Власть предприняла изменения в очень чувствительной сфере, взяла и подняла возраст выхода на пенсию. Подавляющее большинство граждан отнеслось к этому негативно, либо просто глубоко отрицательно. Надо сказать, что если власть обращается с подобной просьбой или утверждением гражданам, что в экономике ситуация сложная, что денег не хватает, то надо и демонстрировать соответственно какие-то шаги со своей стороны, со стороны правящего класса. Который говорит, да мы с вами в одной лодке, да мы тоже понимаем, что трудно и готовы отказываться от каких-то привилегий. Вот что я имею ввиду? Вот у нас есть политики, в которые включают себя депутатов, министров, губернаторов. И эти люди, проработав какое-то время на должности либо выборной, либо назначенной, почему-то сразу претендуют на какую-то особую пенсию. Вот, например, мы послали человека в Государственную Думу. Он проработал там чуть более полусрока, у него уже повышается пенсия. Если же он проработал срок целиком, то у нас депутат Государственной Думы может рассчитывать на пенсию порядка 70 тысяч рублей в месяц. В принципе, не совсем плохие условия. И дается вопрос, а почему, собственно, вы выполняете функции нашего представительства какое-то время, получаете за это хорошие деньги, далее возвращаетесь в мир, и как все, на общих основаниях, здесь нет ничего принципиально отличающегося, выходите на пенсию. И тогда вы совершенно по-другому начинаете относиться к той пенсионной системе, которую вы будете испытывать на себе. Это в полной мере касается, я уже сказал, губернаторов, членов правительства, министров, премьер-министра. Одно исключение – это президент, поскольку это фигура, которая становится символом нации, поэтому для него делается исключение. А вот дальше еще громадное количество государственных служащих. Там тоже есть отдельная пенсионная система, вообще никак не связанная с общей. Люди устанавливают себе уровень пенсии в зависимости от среднего уровня заплаты в конкретном ведомстве. И повышается зарплата в ведомстве, и вдруг выясняется, что там же происходит и повышение пенсии. Да, мы понимаем, что мы хотим привлечь на государственную службу людей не хуже, чем в частный бизнес. Для этого обычно делаются гарантии занятости и более высокое пенсионное обеспечение. Но давайте установим открыто, законом, что люди, работающие в такой-то сфере, выходят на пенсию, и их пенсия умножается на такой-то коэффициент. На полтора, на два, сколько нам кажется социально справедливым. Но пенсия зависит все равно от того уровня, на который выходят все граждане в целом, с определенным умножением. Вот тогда могли бы сказать, да, мы все находимся в одной лодке, да, наше пенсионное обеспечение будет зависеть от того, как выглядит страна в целом. И не будет разделения на отдельную касту представителей власти и отдельную касту представителей народа. Я могу сказать, что, безусловно, вот подобные действия, не сопровождающиеся явной и публичной демонстрацией пенсионной солидарности, а сопровождающиеся наоборот демонстрацией исключительности, не прибавляют очков власти, не прибавляют авторитета, не прибавляют доверия, а значит, по существу работают на разрушение государства. Субтитры создавал DimaTorzok